И тем более мы эти благословения читаем каждое утро. И что мы говорим? Евреха Адунай Ишбуреха. Что это означает? Если посмотреть, не должно быть, что я тебя благословляю, а должно быть Евреха Адунай Ишбуреха. Я вас благословляю. Почему Тора именно говорит, человеком в единственном числе? И мудрецы объясняют, говорят, если Всевышний будет всех вместе благословлять, то народ, может кто-то сегодня не пришел, может кто-то благословение пропустил, они будут переживать. И за это Вашим говорит, нет, я каждому единолично делаю благословение, а что это благословение, друзья? Всевышний дает богатство, и Он этим богатством тоже за ним следит. Чтобы это то, что Он заработал, чтобы Он это не терял на зле, на зле. Не для Бога, не для Бога, если у человека есть миллионы по подушке, друзья, но у него нет хлеба, чтобы покушать. Почему нет, он не был, он не может желать. Он не видит, что Он кушает. Это богатство никому не нужно. И за это каждый из нас, друзья, не надо бегать за большим богатством. Одно время пришел один человек к Равину, мы говорим, она, до Ираба, иди. Я тоже Рава. И Рава говорит, слушай, у меня есть два вида благословения. Есть благословение по 50 долларов, есть благословение по 100 долларов, какого хочешь. Мога, какая разница? Если я один глаз закрою, значит, благословение 50 долларов. Если я два глаза закрою, значит, я тебе буду благословение от всей души, а Он говорит, благослови меня с закрытыми твоими глазами, и для моего благословения всей души. И начал Раве читать, Миш, Берама, Оби, Норам, Слава, Ого, всех пророков всех назвал. Его имя называют, он говорит, Ого, благословение, все. Минут 20, открывает глаза, никого рядом нет. Почему? Потому что Тора говорит, никогда за большим богатством не бегут. А то, что у тебя в наличии есть, ты это потеряешь. А что ему надо дал? А как мы будем? Сегодня ты заработал рубль, скажешь, слава Богу. Есть люди, которые, дорогие друзья, здесь зарабатывают тысячи долларов, плачут. Есть человек, который зарабатывает доллар, это слава Богу. Вот это самое главное. Покойный, чем он, этот человек, то, что он имел, он всегда был радостным. Это была его скромность, это было его счастье. Дорогие друзья, есть люди, которые уходят в вене в 80-90 лет, где в нахорон никого нет. Человек прошел 42 года, смотрите, пошли за пол. Почему? Это было доброе качество. Каждый должен стараться в жизни творить добро. Всего доброго. Спасибо.